Добрый вечер! В эфире телеканала CBC специальный выпуск. Веду его я, Анастасия Лаврина, и мы обсудим последние события вокруг армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Сейчас с нами на связи по скайпу Никита Смагин, корреспондент агентства ТАСС в Иране, эксперт Российского совета по международным делам. Никита, добрый вечер и добро пожаловать на наш специальный выпуск. Здравствуйте! Давайте обсудим последние события. Очень много информации поступает по последним данным. И, как стало известно из интервью так называемого нелегального режима, основанного на азербайджанских территориях, они сами уже признают, что азербайджанская армия достаточно близко, по их словам, в пяти километрах от города Шуша. С одной стороны, они признают, что мы достаточно близки. Все знают, что как только Азербайджан возьмет Лачин, Шушу, то, соответственно, мы освободим свои территории. И это означает переломный, достаточно переломный момент во всей этой войне. Но, с другой стороны, они почему-то отрицают эту реальность. В этом же интервью он сказал, что победа все-таки будет за Арменией, что действительно очень странно и противоречит полностью этим двум месседжам. Что вы можете сказать в целом о ситуации, о подобном поведении официальной Армении? Потому что я считаю, что этот человек, который там незаконно возглавляет этот режим, тоже своего рода игрушка и марионетка в руках действующего режима Армении. Ну, слушайте, я бы все-таки хотел, с вашего позволения, я все-таки эксперт по Ирану, в первую очередь, и действия армянской стороны мне очень сложно комментировать. Особенно, с учетом того, что я неуполномочен это делать. Так что мне очень сложно высказаться именно по позиции Армении. Нет, вы нам расскажите ваше общее мнение о том, что происходит. О позиции Армении мы еще поговорим, это без проблем. И обязательно мы обсудим также позицию Ирана. Расскажите нам ваше мнение, ваше видение этой ситуации, то, что сегодня происходит. Нет, ну, в целом, что можно сказать, идут военные действия, Азербайджан постепенно отвоевывает какие-то территории. И, судя по всему, все развивается явно не в том направлении, в котором хотелось бы Армении. Я уж не знаю, насколько Азербайджан выполняет те задачи, которые он поставлен. То есть, я не совсем понимаю, насколько они долгосрочны именно, то есть, насколько идет все это по плану. Но, тем не менее, Азербайджан постепенно продвигается. И очевидно, что эта история должна закончиться, наверное, каким-то соглашением новым. Потому что Азербайджан вряд ли согласится на то, чтобы остаться ни с чем после такого, в общем-то, ну, пока что, наверное, локального, но, наверное, можно сказать, успеха ограниченного. Ну, я бы сказала, что успех налицо. При этом в Азербайджане это очень хорошо видят. Потому что остаться ни с чем в любом случае мы уже не сможем никак. Как сказал глава государства Ильхам Алиев, практически четыре района. Об этом он сказал на днях, это не было сказано сегодня. Как обстоит ситуация на сегодня? Пока я неуполномочена это говорить, мы ждем официальных данных. Но при этом, как было сказано, четыре района на тот период, они уже освобождены. И, соответственно, говорить о мадридских принципах или говорить о невозможности победы немножко сложно именно на сегодняшний день, на этот период, я опять-таки подчеркну. Вот вы, опять-таки, затронули тему Ирана. Скажите, вы сейчас находитесь в Иране или вы находитесь в России? Где вы сейчас? В Тегеране, в Тегеране. Как информация представлена в Иране, в Тегеране о этом конфликте в целом? Какая позиция доминирует? Можете нам рассказать? Ну, иранские, если брать иранские СМИ, то они, в принципе, стараются достаточно выдержанно давать информацию про конфликт, потому что известно, что Тегеран пытается, как сказать, подчеркнуть свою нейтральность в этом конфликте. Хотя, конечно, его позиция несколько более сложная, чем просто нейтральная, я бы сказал. То есть она немножко все-таки с некоторыми там особенностями. Поэтому, в принципе, и освещается он таким образом, что в основном идет информация о том, что идут военные действия, идет информация о том, что там Азербайджан какие-то территории захватывает. Освобождает. Или освобождает, но это уж как кому угодно, что это называется. Вот. При этом оценок стараются не давать. То есть тут каких-то, в общем-то, по крайней мере, СМИ государственные, которые официально имеют лицензию, они стараются безоценочно как-то к этому подходить и давать просто факты какие-то сухие. Вот. Я бы сказал, далеко не всегда очень оперативно, но вполне себе, в общем-то, так информационно наполняя, освещая ситуацию. А была ли какая-то информация в Иране, я имею в виду в средствах массовой информации, о том, что на сегодняшний день Азербайджан смог освободить стратегически важные города, села, которые позволяют контролировать полностью границу с Ираном? Эта информация проходила, но она, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, проходила со ссылкой на азербайджанские источники. То есть там была скорее история о том, что не иранские СМИ сообщают об этом, а иранские СМИ сообщают, как сообщают азербайджанские источники, что-то в этом роде. Она была, не могу сказать, что она очень широко была представлена, но такая информация проходила. И если поговорить в целом о роли Ирана, все-таки, как-никак, Иран достаточно важный игрок в регионе, и в целом позиция Ирана, месторасположение очень важное, там имеются взаимоотношения как с Арменией, имеются достаточно крупные проекты с Азербайджаном, тот же самый Север-Юг. В целом, как вы расцениваете роль Ирана? Потому что в СМИ экспертное мнение достаточно разделилось. Кто-то говорит, что очень важно, чтобы Иран принимал участие в процессе урегулирования конфликта, как это было в рамках астанинского процесса по сирийскому вопросу. Кто-то говорит, что тут лучше Ирану соблюдать нейтралитет и вообще никоим образом не встревать и не выражать свою позицию. Как вы считаете вообще на этот счет? Ну, в целом, изначально позиция Ирана была скорее в том, что он занимает нейтральную позицию. То есть, единственное, что его по-настоящему интересует, это чтобы военные действия не шли, и чтобы они как можно скорее прекратились. И, наверное, бы в каком-то смысле Иран, может быть, и рад был бы не участвовать в этом конфликте, и просто наблюдать аккуратно, но ситуация развивается таким образом, что Иран, похоже, не может не участвовать в нем в той или иной степени. То есть, несколько для этого причин. В первую очередь, что, в общем-то, Иран уже затронут конфликтами, то есть, уже больше сотни снарядов и ракет так или иначе попали по территории Ирана. Не уточняется с иранской стороны, кто именно, а с какой стороны они туда залетели. Тем не менее, Иран очень сильно беспокоит. И, в общем-то, неоднократно были заявления по этому поводу. Кроме того, Иран, конечно, беспокоит возможность перерастания конфликта в региональную войну. Он обычно постоянно говорит, участие Турции в этом конфликте, то есть, прямое участие, которое потенциально может привести к этой войне, он как бы этого всего максимально пытается избежать. Поэтому, я думаю, именно во многом поэтому, ну, там еще можно вспомнить возможное участие бойцов из Сирии в конфликте, которые, в общем-то, Ирану враждебны. Он тоже об этом постоянно заявляет. И, в общем, все это говорит о том, что Иран больше, наверное, не готов просто наблюдать. И именно, наверное, с этим связано то, что иранский представитель, замглава МИД отправился в Турне, он уже был в Баку, теперь он находится в Москве, дальше он должен поездить Ереван, дальше Анкару, или Анкару-Ереван, там я не знаю, в каком точном порядке, и предложить, чтобы свое видение конфликта предложить. И, видите, вроде как Иран говорит, что у него есть собственный план, как урегулировать в долгосрочную этот конфликт. Опять же, это все говорит о том, что Иран, видимо, решил все-таки начинать какое-то действие, какое-то вовлечение, хотя поначалу казалось, что он снова отделается какими-то общими заявлениями, но нет, он готов, видимо, играть более активную роль. Я думаю, идеи и пункты этого плана пока еще никому не известны, кроме как должностным официальным лиц, официального Ирана, но при этом есть ли у вас уже собственное видение, при том, при всем, что вы находитесь в Тегеране, о том, какую роль Иран может сыграть в процессе урегулирования конфликта? Ну, по поводу пунктов плана, тут немножечко Иран сегодня заявил, о чем может быть речь, то есть пока, конечно, действительно, вы правы, что большая часть, и, наверное, самое главное пока что еще скрыта, но заявил он, в первую очередь, о том, что урегулировать конфликт должны только страны региона, Россия включена в Кустан региона, по мнению Ирана, то есть это речь идет об Армении, Азербайджане, Турции, Иране, России, возможно, Грузии, но, наверное, Грузия в меньшей степени тут как-то причастна, то есть это лишь потенциально возможно. Все остальные должны, собственно, от урегулирования конфликта отказаться. Заявляет Иран, что Минская группа себя не оправдала, что 30 лет она чем-то занималась, но так ничего не привела, по крайней мере, официально это говорит, достаточно открыто. И, кроме того, несколько было пунктов общих сказано, речь шла о территориальной целостности, не было сказано кого, но я думаю, там, я думаю, относительно понятно, кого. Суверенитета, то есть должны уважать суверенитет стороны, и что-то вот в этом роде. Это все пока больше слова, чем реальные действия, потому что, ну, формально Иран признает территориальную целостность Азербайджана, это как бы с самого начала конфликта так. Вот, что касается конкретных действий, то есть Иран заявляет, что он выработал план, который сможет в долгосрочной перспективе решать этот конфликт. О чем конкретно идет речь, пока непонятно, но, как я уже сказал, очень вряд ли, что Иран будет предлагать вернуться к той ситуации, которая была до начала нынешнего обострения. То есть понятно, что ни Турция, ни Азербайджан не могут согласиться на то, чтобы вернуться к тому, что было там месяц назад, да, или полтора месяца назад. Ну, это просто невозможно. Вот, так что, видимо, Иран пытается выработать какую-то компромиссную позицию. Наверное, будет речь идти о чем-то типа вроде дорожной карты, то есть сейчас мы сделаем вот это, здесь зафиксируем, дальше может быть продвижение какое-то другое. Ну, так или иначе, иранская сторона заявила, что в России уже понимание какое-то по поводу своего предложения она встретила. В Баку вроде бы сегодня были заявления, что Баку поддерживает предложение Ирана. По крайней мере, в иранских СМИ такое заявление было. Но, опять же, детали, я думаю, будут обнародованы. Я, конечно, не надеюсь, что это будет решение этого конфликта прямо здесь и сейчас, или какой-то поворот прям такой резкий. Все-таки конфликт уже, как мы понимаем, с начала 90-х находится в очень таком своеобразном состоянии. Но, тем не менее, какие-то продвижения вполне возможны. И вполне возможно, что это действительно будет какой-то компромисс, который можно позволить... Как вы считаете, и в целом, есть ли информация, вот эти предложения, этот план Ирана по долгосрочному урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, этот план будет действовать в рамках Минской группы ОБСЕ, или это будет какое-то другое направление абсолютно, которое задействует региональные державы? Нет, ну, Иран четко сказал, что Минская группа себя не оправдала, и никакие страны, помимо региональных, не должны участвовать в урегулировании. Так что, я думаю, о Минской группе, по крайней мере, то, что привез Аракчи, это замглава МИДа, в Баку, а потом в Москву, явно это не о Минской группе вообще. Это что-то совершенно другое, это про региональные страны. Тут же вопрос главный в том, как бы именно, какую такую позицию он привез, что уже и Баку сказали, что вроде поддерживают, и Россия должна поддержать, и Анкара, вероятно, должна поддержать. То есть, видимо, это что-то действительно попытное, и тогда вопрос, если Баку поддерживают, то поддерживает ли это Ереван, потому что тут же такой вопрос, что в Ереване очевидно, что просто политические точки зрения сложно признать, что они передают какие-то территории, отказываются от чего-то. В общем, надо смотреть, конечно, в детали, но пока, вот пока, по поводу первых двух столиц, которые посетил у нас Аракчи, пока, как бы, отзывы, скажем так, или утечки, или не утечки, вот такие ограниченные информации, которые у нас есть, она пока обнадеживает, как-то так взвешено, и, ну, будем смотреть, что будет дальше. Мы надеемся, а как, по-вашему, вообще могут ли возникнуть разногласия с другими участниками Минской группы ОБСЕ, в которую также входят Франция и Соединенные Штаты, насколько, по-вашему, эти страны готовы к предложениям со стороны Ирана, и насколько они готовы отойти в сторону и не вмешиваться, хотя, в принципе, их такого основного вмешательства мы и не видим на сегодняшний день, но на официальном уровне. Насколько, по-вашему, они готовы? Я думаю, что, если брать французскую сторону, то ей этот конфликт не очень интересен, в том смысле, что она, Франция, сильно занята своими проблемами, и обострение на Кавказе, и для ее, конечно, беспокоит, но, скорее, она не против будет, если будет найдено какое-то решение. Что касается Соединенных Штатов, с одной стороны, ну, нынешняя администрация явно будет против любого предложения Ирана, потому что просто она против любого предложения Ирана, в принципе, и, наверное, какого предложения озвучитая не было, то Дональд Трамп, как или иначе, не поддержит его. С другой стороны, тут два момента. Ну, во-первых, Соединенных Штатов совсем не обязательно решить этот конфликт, и Иран на этом настаивает, и, я думаю, Россия вполне поддержит, и Анкара может с этим вполне согласиться, если будет предложение адекватное, не говоря уже, что может согласиться и Баку, если, опять же, это как бы в его интересах, по сути, да, по содержанию. И еще один момент, все-таки сейчас момент такой, что в Соединенных Штатах выборы прямо сейчас, можно сказать уже, да, вот, и пока им, наверное, то есть заявления, может быть, и будут, но пока, наверное, они серьезные палки в колеса ставить не будут, вот, а потом уже кто победит, от этого будут толкаться, и там уже надо смотреть. Так что, в принципе, опять же, я говорю, главная история в том, что насколько эти предложения по содержанию удовлетворят стороны региональные, если удовлетворят, опять же, если мы возьмем, если с этим согласится и Баку, и Анкара, и Москва, ну, Тегеран, разумеется, он уже сам предложил, вот, и еще сможет Тегеран или Россия или кто-то убедить согласиться на это Ереван, то там уже будет неважно, что скажут Соединенные Штаты и Франция, я думаю, вот. Ну, знаете, это будет действительно геополитический прорыв, потому что Иран предлагает план, который сможет урегулировать 30-летний практический конфликт, который не смогли урегулировать те же Соединенные Штаты, Франция, ну, и Россия в рамках, как Минской группы ОБСЕ. Разумеется, Россия играет значительную роль как региональная держава, сверхдержава, страна, которая также не заинтересована, чтобы конфликт у ее границ продолжался, но это будет действительно, я бы сказала, даже бомба, что Иран сможет предложить план по урегулированию конфликта. И завершая, суммируя нашу с вами беседу, хочется узнать о важности инфраструктурных проектов, которые находятся в регионе, потому что мы видим, что часто они именно становятся целью со стороны Армении, то же самое Баку-Тбилиси-Джейхан, трубопроводы, но не стоит забывать также о других важных проектах, это Баку-Тбилиси-Карс, тот же Север-Юг, в котором задействован Иран, и в котором заинтересованы Индия и Россия. Есть ли какая-то информация об этой точке зрения в Иране? И как вы считаете, может ли это стать толчком к региональным странам, чтобы как можно скорее найти все-таки выход и урегулировать конфликт? Ну, сначала коротко все-таки про бомбу. Я все-таки пока бы не ожидал ждать бомбу, я все-таки бы ожидал, есть в лучшем случае какое-то промежуточное решение, хорошее, а там уже посмотрим. Что касается инфраструктурных проектов, то Иран действительно в них очень сильно заинтересован, особенно с учетом того, что он в значительной степени изолирован на международной арене, это как было, так и остается. Ну, с Соединенными Штатами, с Домом и Трампом, только наросла эта изоляция. И понятно, что он дорожит этими вещами, и с ПАКУ действительно есть один очень перспективный проект, в первую очередь идет о проекте Север-Юг, даже есть трехстройственный формат, когда у нас президенты Азербайджана, Ирана и России встречаются, и, в общем-то, должна была быть встреча еще и в том году произойти, но, по понятным причинам, не произошла. Вот, так что Тигран в этом, конечно, заинтересован, и одна из причин, почему он все время заявляет о том, что он не хочет, чтобы конфликт перерос в региональную войну полноценную, это именно инфраструктурные проекты и его связи. Что касается, то есть, если брать Армению и Азербайджан, то, конечно, азербайджанские проекты, то есть проекты с Азербайджаном и экономические отношения, они несколько превышают, заметно превышают, то, что у Ирана есть с Арменией, тем не менее, конечно, надо сказать, что Иран дорожит проектами с Арменией тоже, то есть, он в этом смысле вполне себе пытается взвешенную политику, линию проводить. Вот, так что этот вопрос очень важный, и опять же, я хочу сказать, что, наверное, это было одной из важных причин, почему Иран именно вдруг начал, ну, не вдруг, а вот все-таки решился своим предложением выступить. Так что, я думаю, это вопрос, который действительно стоит на самом высоком уровне в Иране, и он обсуждается. Что ж, хорошо это слышать, что также Иран может быть подключенный, и что может быть, в крайнем случае, выработана формула или план, который сможет посодействовать в урегулировании конфликта, причем урегулирование раз и навсегда, чтобы территориальная целостность Азербайджана была восстановлена, и при этом в дальнейшем страны уже смогут думать о дальнейших совместных энергетических и экономических проектов. Будем надеяться на самое лучшее. Что ж, спасибо вам, Никита, за интересную беседу и насыщенные ответы. Спасибо вам. Это был специальный выпуск в прямом эфире на телеканале CBC. Вела его я, Анастасия Лаврина, гость, который присоединился к нам по скайпу, Никита Смагин, корреспондент агентства ТАСС в Иране, эксперт Российского совета по международным делам. Оставайтесь с нами. Мы скоро снова с вами в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова